Сегодня у нас последний вебинар трека, посвященного презентациям и работам в программах PowerPoint, сервисах Google Play, сервисах Geniali, Prezi и сервисе Canva. Спасибо всем тем, кто прошел этот трек вместе со мной. Мне кажется, мы собрали замечательные опыты, замечательные кейсы по работе во всех этих сервисах. И хочу я закончить трек вебинаром про интерактив в презентациях. Все то, что мы делаем, все то, что мы настраиваем с помощью триггеров, макросов, настраиваем какую-то сложную анимацию, навигацию внутри презентации. Все это является в той или иной мере интерактивом. Дайте, пожалуйста, в чат ваше определение, как вы понимаете, что такое интерактив. Как бы вы перевели это слово, как бы вы объяснили кому-то, что значит интерактивная презентация, что значит интерактивная педагогика. Потому что это слово используется много где, и нам нужно четко понимать, что мы говорим об одном и том же. Взаимодействие с аудиторией, взаимодействие с пользователем. Да, фактически верно. Самое ключевое слово в интерактиве – это взаимодействие. И если мы говорим про интерактив в презентациях, то это обмен информацией не между спикером и аудиторией, а в первую очередь между человеком и интерфейсом. Да, мы можем проводить интерактивы с аудиторией, но в презентациях нас в первую очередь интересует то, как наши пользователи, как наша аудитория перелистывает слайды, пропускает они что-то, читает что-то внимательно, на какие кнопки и ссылки они нажимают, как долго находятся на одной странице и так далее. То есть в этом случае нас больше интересует взаимодействие между человеком и интерфейсом. Если, как вы говорите, интерактив рассматривается с точки зрения сайтов, то здесь под капотом находится очень-очень много всего. Это не просто интерфейс, это UX-дизайн, UE-дизайн, веб-дизайн, сценарий поведения пользователя, управления вниманием, какие-то маркетинговые уловки и так далее и тому подобное. На самом деле, действительно, внутри, под капотом интерфейса, скрыто очень-очень много всего интересного. Но в презентациях все, конечно, проще, хотя это не значит того, что мы не можем делать какие-то действительно интересные и совершенно классные примеры. Весь интерактив можно разделить на три больших сценария. Первый сценарий – это один к пустому множеству, линейный интерактив, то есть его, в принципе, отсутствие. Такой вариант мы видим, если наша презентация не предполагает каких-то активных действий от пользователя. Он просто листает слайды, и от его поведения не зависит то, что ему будет показано дальше. Неважно, читает ли он внимательно, пропускает ли он тесты, презентация будет идти своим путем. Второй сценарий интерактива – это один к одному, когда следующее действие зависит от предыдущего. Мы пробовали этот вариант, когда говорили про мини-тесты. В зависимости от того, как пользователь ответил на мини-тест, правильно или неправильно, мы предлагали ему следующий слайд. Больше дополнительного контента или сразу переходили к контенту новому. Вот один к одному – это типичная ситуация в презентации, типичная ситуация в PowerPoint и в PowerPoint и других сервисах, которые позволяют делать презентации интерактивными. И, наконец, последний сценарий – один к множеству. Это сценарий, характерный для компьютерных игр, для диалоговых тренажеров, когда от одного действия пользователя зависит сразу ветка событий, зависит то, к какому результату придет пользователь по нашему учебному пути. В реалиях презентации, в реалиях PowerPoint такой интерактив, к сожалению, сделать невозможно. И вот на основе вот этих вот глобальных сценариев можно выделить такие небольшие, маленькие сценарии, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, которые вы видите и в презентациях, и в мобильных приложениях, и на всех сайтах. Я прописала шесть основных сценариев. Можете предлагать какие-то свои варианты или предлагать свои собственные способы их использования. Вот, например, простейший сценарий – это «Тап». Он пришел из мобильного взаимодействия. Мы нажимаем на экран телефона, на экран смартфона, для того, чтобы сфокусироваться на каком-то элементе. Например, мы кликаем на картинку, и она увеличивается. Или кликаем на часть схемы, и можем рассмотреть ее подробнее. Или кликаем на строчку текста, и она подсвечивается для того, чтобы пользователь понимал, где именно сейчас преподаватель находится внутри слайда. Как видите, в презентации это тоже возможно. «Тап» – это клик на сам элемент, на тот элемент, который должен измениться. Это сценарий удобный, привычный. И здесь главное для пользователя – опозначить, что на этот элемент можно кликнуть, а на этот элемент кликать нельзя, ничего не произойдет. Более сложный вариант – это уже кнопка. Если в сценарии «Тапа» мы изменяли сам элемент, то кнопка – это выбор какой-то функции или выбор действия. Не очень хорошо получается, если кнопок больше двух. То есть один блок контента – это максимум две кнопки, а лучше всего одна. Надпись на кнопке – это глагол, глагол действия. И в этом сценарии очень важно то, что когда пользователь нажимает на кнопку, она должна поменять статус. Он должен увидеть, что он на нее нажал. И этот сценарий мы тоже с вами легко делаем внутри презентации, закладывая анимацию смены цвета для кнопки, например. Следующий сценарий – поп-ап. И мы с вами его рассматривали в вебинаре про навигацию. Если помните, гамбургер-меню, когда мы по клику на меню получали всплывающее окно. Поп-ап – это возможность в дополнительном слое разместить еще больше информации. Опять же, сценарий поп-апа мы смотрели еще и в вебинаре про интерактивные фотографии. У поп-апа должна быть возможность включить его и выключить нажатием на один и тот же элемент. Тоже довольно удобно для размещения дополнительной информации и привычно, хотя более раздражает пользователей. Когда мы видим на сайте всплывающее окно, первая реакция, конечно, его закрыть. В презентациях вот этот негативный стимул к всплывающим окнам снижен, и они воспринимаются не так резко. К тому же сценарий поп-апа – это сценарий включения чата на сайте. А значит, через вот такое всплывающее окно можно как раз перейти в слайд с фейковой перепиской. Это тот интерактив, который мы с вами будем разбирать сегодня. Так, следующий сценарий тоже абсолютно привычный нам по веб-взаимодействию – это прокрутка. Прокрутка нужна для того, чтобы перейти на другую единицу контента. И сама по себе прокрутка – она плавная. То есть интерактив должен показывать, что мы сейчас перемещаемся для того, чтобы наш пользователь не потерял ориентацию в виртуальном пространстве. Есть два основных направления для прокрутки. Это пролистывание, скроллинг вертикально вниз. Типичен для веб-сайтов, для тех, кто мыслит слайды как один экран. И горизонтальная прокрутка, то есть пролистывание горизонтально вправо, как страницы книги, для тех, кто мыслит презентацию как набор как раз именно страниц. Даже по тому, как вы включаете переходы между слайдами внутри презентации, можно понять, как вы думаете. Это один из базовых принципов дизайна мышления – думай как тот человек, который будет пользоваться. Естественно, что более молодому поколению, привыкшему к пространству интернета, а скорее всего будет удобно пролистывание сверху вниз, чем перелистывание слева направо. Хотя тоже есть свои нюансы и исключения. Еще один сценарий – это перевод фокуса. Мы переходим к другому типу контента. Если в пролистывании мы просто двигались по контенту, например, по тексту, то здесь мы переходим к другому типу контента, например, от текста к видео, от пассивного слушания к активному взаимодействию. И перевод фокуса – это, как правило, в веб-дизайне сложное сочетание, состоящее из кнопки перехода, анимации, поп-апа. То есть это очень и очень сам по себе сложный сценарий. В презентациях мы его применяем крайне редко. Нам проще сделать несколько разных презентаций, несколько разных единиц учебного контента. Вместо того, чтобы в одну презентацию собирать вот такие сложные сценарии. И, наконец, последний шестой сценарий – это анимация, которая служит для передачи смысла и для акцента на каких-то важных моментах. Анимация всегда должна сопровождаться паузой, чтобы пользователь, опять же, успел переключить внимание, понять, что на экране происходит. Все эти сценарии вы можете легко найти в статьях по веб-разработке, посмотреть, какие советы дают UX и дизайнеры по поводу вот этих вот всех сценариев интерактива. Мы же с вами разберем сегодня эффект переписки в социальных сетях. И сам по себе вот этот вот интерактив тоже довольно сложный, и он содержит в себе сразу несколько сценариев. Я думаю, не нужно отдельно останавливаться на том, как именно выглядит переписка в социальных сетях. Все понимают, да, что это у нас баблы, вот эти вот текстовые пузыри, текстовые облака. Часть из них находится, отходят от левого края экрана, часть от правого края экрана. Они различаются по цвету, где пишет один человек, где пишет другой человек, выделяется разными цветами. Плюс есть какие-то внизу кнопки для отправки дальнейших сообщений. Какие сценарии вы видите внутри вот такой вот переписки? Из шести сценариев напоминают тап, кнопка, поп-ап, прокрутка, перевод фокуса и анимация. Какие из них собираются вот на этом маленьком экране? Можете написать свои варианты в чате. Я расскажу, на какие элементы я обычно раскладываю вот эту вот переписку, чтобы сымитировать ее в социальных сетях, сымитировать средствами PowerPoint. Прокрутка, поп-ап, прокрутка, все, нет, все, нет. Это очень-очень много. Забыли еще один очень важный. И это важная анимация. Когда появляется само речевое облачко, облачко с текстом, есть какая-то простая анимация, которая показывает, что сейчас появляется новое сообщение. Иногда еще есть анимация, когда человек пишет только сообщение. Тоже есть подсказка о том, что собеседник не говорил в диалоге, что он не перевел свое внимание на какие-то другие дела. То есть это анимация. Потом совершенно верно вы говорите. Прокрутка. Когда чат доходит до конца, он прокручивается так, чтобы было видно следующие появляющиеся сообщения. И прокрутка – это тоже важный сценарий в переписке. И тоже, правильно говорите, это кнопка. Поп-ап обычно появляется в том случае, когда переписка начинается. Например, на сайте есть кнопка «Пообщаться с техподдержкой», когда вы только включаете это окно. Внутри самой переписки всплывающих окон, как правило, не появляется. Кнопки располагаются внизу. Они нужны как раз для отправки сообщения, для прикрепления каких-то файлов. И вот если мы возьмем эти три сценария и попробуем сымитировать переписку в социальных сетях в презентации, у нас может получиться что-то вот такое. Два собеседника общаются. В отличие от переписки в социальных сетях, вторая сторона диалога – это не сам пользователь. Общаются два посторонних человека. Потому что мы не можем внутри презентации от лица самого пользователя задавать какие-то вопросы. Слишком велик риск не угадать, не попасть в то, что его интересует в первую очередь. Поэтому всегда общаются два каких-то вот отстраненных от пользователя человека. Переписка может служить для того, чтобы подать какую-то порцию контента в более непринужденной форме. И в этом случае она не будет содержать никаких кнопок, будет просто вот анимированное такое общение. А может, наоборот, опираться именно на взаимодействие с пользователем. И тогда мы можем предложить ему несколько стандартных вопросов, как это делается в чат-ботах, когда не сами мы набираем сообщения, а выбираем какую-то кнопку с уже заданной командой. Пользователь выбирает одну из этих кнопок и получает уже ответ. Это будет имитация не просто переписки в социальных сетях, а будет имитация чат-бота. Если вы берете эффект переписки как основной сценарий всей вашей учебной презентации, то есть именно в такой игровой гимнифицированной форме собираетесь подавать весь учебный контент, то важно, конечно, обратить внимание на то, кто именно будет у вас общаться, какие именно персонажи будут разговаривать. Не забываем, что в социальных сетях у нас собеседники представлены аватаром, изображения человека в круге. Нужно подобрать такие картинки, которые будут, в принципе, передавать характер человека даже вот в таком кадрированном, сильно кадрированном виде. Сайтов, где вы можете найти таких рисованных человечков очень и очень много, и мы тоже говорили про них на предыдущих вебинарах. И мы тоже делились интересными вариантами, которые я собрала уже в свою личную коллекцию. Обычно, когда мы представляем себе верстку слайда с эффектом переписки, мы располагаем наши диалоги вот так вот, для того, чтобы текст был крупным, читаемым, для того, чтобы с экрана можно было быстро получить всю необходимую информацию. Но здесь сразу возникает первое же противоречие. То, что вы сейчас видите на экране, это диалог, но никак не переписка. Это вопрос-ответ. Переписка предполагает большее количество сообщений. То, что собеседники не придерживаются больших объемов текста, потому что обычно они перепивают друг друга, разбивают одно предложение на несколько маленьких частей. И если мы собираем весь текст в большой вопрос и большой развернутый ответ, это выглядит несколько неестественно. лучше придерживаться более такого неформального стиля и делать так, чтобы переписка выглядела более похоже на то, как она выглядит на самом деле в социальных сетях. Чередуются большие объемы текста и короткие объемы текста. Собеседники могут по-быстрому обменяться короткими мнениями или, может быть, даже стикерами, какими-то смайликами. И в этой ситуации текст, конечно, будет мельче, но за счет того, что он будет подаваться маленькими порциями, он будет анимироваться постепенно, бабл за баблом, пользователь успеет его прочитать, успеет вникнуть в то, что происходит на экране, даже с небольшим размером шрифта. Можно увеличить объем текста, растянув баблы в ширину. Но здесь важно быть аккуратным и не переборщить, потому что, например, такие длинные строчки будут читаться плохо. Человек устанет прослеживать следом строку и быстрее перейдет на следующую, пропустит какую-то часть сообщения. Итак, для того, чтобы создать слайд с эффектом переписки, нам нужно пройти следующие этапы. Сделать дизайн и верстку слайда, то есть собрать саму вот эту вот картинку, написать текст. Продумать сценарий анимации, то есть то, как будут появляться реплики от собеседников. Продумать сценарий прокрутки, как будет осуществляться переход к следующей порции сообщений. И настроить при необходимости какие-то функциональные кнопки. Как видите, все довольно просто. И начнем мы в этот раз с Powerpoint. Потому что то, как делается в Powerpoint, в принципе, по этой же аналогии можно будет сделать и в других сервисах, если вы ими пользуетесь. Мы будем сегодня рассматривать Powerpoint и Genial. Первый этап, с которым мы начинаем, это мы верстаем слайд. То есть вот такой простейший слайд. Выбрала персонажей, постаралась сделать аватарки, которые передают характер. Понятно, что кто здесь ученик, а кто здесь, скорее всего, выступает в роли наставника, выдает полезную информацию. Сделала сразу баблы, текстовые облака. Это стандартная фигура Powerpoint. Нет необходимости что-то рисовать, придумывать. То есть это стандартные облака. Первое сообщение с хвостиком, чтобы показывать, к какому собеседнику оно относится. Все последующие в хвостике не нуждаются. Это одна и та же фигура. Она скопирована и просто хвостик у нее, так скажем, спрятан для того, чтобы не делать разные фигуры, а обойтись одной. Да, ученик очень мрачный, ученик ничего не понимает. Естественно, его это несколько раздражает. А наставница терпелива и спокойно будет ему что-то объяснять. Никто не мешает, кстати, в конце презентации потихонечку делать у ученика менее и менее мрачными. Я все понял, все замечательно. И прежде чем делать анимацию на слайде, нужно четко понять, что анимация бывает двух основных типов. Это анимация по элементам, то есть каждый объект на слайде мы будем анимировать отдельно. И анимация контейнерная, когда мы объединяем сразу несколько элементов в группу и анимируем уже эту группу. Контейнер – это обычно часть слайда, которая имеет четкие границы, неважно, видимые они или невидимые. Вот здесь в переписке мы можем выделить контейнер собеседника А и контейнер собеседника Б, то есть все сообщения, относящиеся к одному собеседнику. Тогда на этом слайде будет четыре контейнера. Мы можем выделить контейнеры только первое сообщение – бабл с хвостиком и аватарка. А всю остальную анимацию сделать уже по элементам. Мы можем вообще всю переписку объединить в один контейнер и анимировать как одну большую группу. Все зависит от ваших целей, задач, то, насколько подробной должна быть анимация. Анимация по элементам подробнее, чем анимация контейнера. И то, насколько у вас хватит терпения, потому что по элементам настраивать анимацию дольше, а с контейнерами можно работать намного быстрее. Опять же, контейнерную анимацию проще скопировать уже в другую презентацию, использовать, если вы, например, оформляете сразу целый электронный курс. Для конкретно вот этого сценария я выбрала контейнерную анимацию для первого сообщения и для аватара. Вот они у меня есть вместе. Я их объединяю в группу и называю эту группу «Собеседник справа», так, чтобы потом уже по ней можно было ориентироваться. Опять же, вот эту группу можно положить в другую группу, ту, в следующую и так далее. Создать несколько вот таких вот ложных уровней, и анимация всегда будет применяться только к самому верхнему. Сначала вы делите слайд на контейнеры и на группы, и только потом начинаете анимировать, потому что если вы сначала анимировали, а потом объединили в группу, то вся анимация у вас сотрется и, к сожалению, исчезнет. Отдельные же сообщения будут анимироваться как отдельные элементы. Сейчас на слайде, вы видите, выделен контейнер собеседника слева и отдельный элемент – это третье по счету сообщение собеседника справа. И у них будет анимация настроена немного по-разному. Да, я думаю, да, он здесь, скорее всего, сосредоточен. Сейчас я хочу… Не буду вам показывать все вот эти вот настройки анимации. Это все, конечно, лишнее. Вы совсем прекрасно справитесь без меня. Я хочу сейчас поговорить о том, какие типы анимации лучше всего применять для контейнера, для аватара и первого сообщения, и для отдельного элемента второго и так далее сообщения. Какие из типов анимации будут смотреться лучше всего и будут восприниматься естественнее. Перед вами сейчас список всех эффектов появления, которые есть в PowerPoint. То есть максимально развернутый список. Если мы посмотрим первый раздел, это основные эффекты появления, то лучше всего подходят эффекты возникновения и эффекты сбора. они подходят как для контейнера, так и для элемента. То есть и в том, и в том случае будет смотреться одинаково приятно. То есть просто будет возникать или будет собираться, вылетать из-за края или просто появляться слева, справа, сверху, снизу, как вы посчитаете нужно. Но вообще лучше всего, если все сообщения появляются слева, для левого собеседника, справа, для правого собеседника или снизу для любого собеседника. Так, эта презентация потом будет использоваться в SCORM формате или можно и просто применять? Можно и так, можно и в SCORM, без разницы. Вы, если просто хотите подать контент, там нет никаких функциональных кнопок. Это просто слайд с симпатичной анимацией. А если вы делаете с кнопками, с выбором какого-то сценария событий, то она спокойно конвертируется и в SCORM. Так, что такое сбор? Так, сейчас посмотрю. Это анимация, которая вылетает снизу экрана. Или слева, или справа. То есть именно из-за края экрана. Для левого собеседника она ставится налево, для правого – направо, либо просто все сообщения вылетают из нижнего края слайда. Дальше. В группе простых эффектов я выделила вращение, потому что оно не подходит. Остальные три подходят прекрасно. И масштабирование, и выцветание, и развертывание. Они плохо подходят для контейнера с аватаркой, но хорошо подходят для обычных простых сообщений. Масштабирование, выцветание, или развертывание. Вращение смотрится плохо, потому что сообщение делает несколько кругов вокруг себя самого, и это слишком не тешит, слишком, конечно, мешает на слайде. В средних эффектах появления лучше всего будет смотреться плавное перемещение вверх. Это как сбор, только не из-за края экрана, а просто из пустоты на каком-то расстоянии. И подходит вариант простое увеличение. И, кстати, обратите внимание, есть в простых эффект масштабирования, а в средних есть эффект простого увеличения. Чем они друг от друга отличаются? Тем, что масштабирование идет через появление. То есть сначала элемент полупрозрачный, потом он становится ярким. В простом увеличении элемент появляется сразу, без какой-то прозрачности. Ну и, наконец, в сложных эффектах подходит только плавающий вариант. И его лучше применять не в самой переписке, а если вы показываете какой-то слайд с учебным контентом и хотите, чтобы один из ваших виртуальных собеседников задал вопрос или сделал какое-то пояснение, тогда можно как раз контейнер с его репликой репликой включить через эффект плавающего появления. Он так плавно наедет сверху на ваш слайд и может, например, через какое-то время скрыться или остаться на экране до конца показа слайда. Можете скачать презентацию и использовать вот эти вот слайды как подсказки, когда вы будете верстать свою собственную презентацию с эффектом переписки. Итак, мы сверстали слайд, настроили анимацию появления и теперь добавляем всю остальную анимацию. Вот у нас сейчас появление, по очереди появляются сообщения собеседников, я нумерую их таким образом, первый блок слева, второй блок справа, а дальше один-один, один-два для того, чтобы потом легко понимать в какое время, в какое место анимации их поставить, чтобы все шло строго по порядку. И только потом, когда я уже расставила анимацию, я добавляю текст. Он может быть готовым, я уже могу его просто скопировать с другого слайда или сразу создавать уже по отдельности, потом уже добавляю текстовые блоки. Для текста эффекты появления должны быть максимально простые, чтобы акцент был все-таки на появлении сообщения, а не на появлении отдельного текста. Либо вы можете сразу, когда делаете дизайн слайда, сразу вписать в текст и объединить его в те же самые контейнеры. Тогда у вас текст будет двигаться вместе с баблом, вместе с речевым облаком. Тут уже дело вкуса и дело того, будете ли вы повторно использовать этот шаблон анимации. Если будете использовать повторно, то вам удобнее иметь заготовки без текста, чтобы потом затем вписывать любой текст, который вам понадобится. Ну и наконец, после того, как вы сделали анимацию, написали тексты, вам нужно настроить анимацию прокрутки, как будет один слайд меняться на другой. Я приготовила два сразу слайда и подбираю тот вариант перехода, который будет смотреться лучше всего. Да, видеозапись вебинара будет, презентацию можно скачать. Я обычно мыслю слайды не как страницы книги, а мыслю как экраны на мониторе. Поэтому для меня прокрутка в этом случае это, конечно, пролистывание. И точно так же в чате обычно используется именно пролистывание. Поэтому я беру два вот этих вот слайда и в вариантах перехода выбираю самый простой вариант. Это будет эффект сдвиг. Он вот сразу же в первой строчке у вас появится. При вот такой вот прокрутке очень важен фон. Он должен быть однотонный. Он может быть синий, зеленый, красный, но самое главное он должен быть однотонный, даже не градиент. Вот посмотрите. Сейчас скриншот прокрутки при белом фоне. Граница между слайдами проходит, вы видите, между двумя аватарками молодого человека слева. Просто между ними немножко большее расстояние. Такая прокрутка выглядит, естественно, как будто чат просто аккуратно уплывает вверх. Но стоит не добавить какой-то фон, пусть даже с самым мелким рисунком, с небольшим вот таким вот градиентом. И при пролистывании чата возникает вот такой вот некрасивый сбой. Сейчас, если заметить, маленький курсор мышки слева, чуть ниже него проходит граница слайда. Она, в принципе, довольно заметна при пролистывании. не очень такой приятный эффект появляется. Поэтому, если вы делаете пролистывание, то, пожалуйста, фон пусть будет однотонный. Ну и лучше всего, конечно, простой белый фон, чтобы в этом случае ничего не отвлекало. Пусть будут яркие слайды с картинками, а слайды с эффектной переписки будут на белом простом максимальном фоне. так, отлично. По PowerPoint, если какие-то вопросы есть, напишите их сейчас, прежде чем мы перейдем к Genial. А я сейчас хочу эту презентацию сбросить вам в материалы вебинара. Точнее, не эту, а презентацию уже с настроенной анимацией. Вы сможете ее скачать, посмотреть, разобрать, как обычно, на запчасти и сделать по аналогии свою собственную. Контейнерная анимация это термин как раз из веб-разработки. Контейнерная анимация подразумевает то, что у вас есть несколько элементов, которые объединены в одну группу и они все анимируются как единое целое. Контейнеры определяются так, что это какие-то элементы вокруг которых можно провести невидимую границу или вокруг которых есть какая-то физическая граница. Например, если у вас слайд разделен на четыре части и в каждой из частей, например, лежит по набору фотографий, то каждая из четырех частей может анимироваться как единый контейнер. Посмотрите вот сейчас на окно вебинарной комнаты. Здесь можно легко выделить три основных контейнера. Контейнер слева это окно где сейчас открыта презентация, контейнер с видео ведущего и контейнер с чата. Если анимировать, то можно анимировать каждую из этих частей по отдельности. Я добавила презентацию, можете ее скачать из материала вебинара. Их нужно просто все элементы выделить и во вкладке формат нажать кнопку группировать и все. Отличие и почему я не использую термин группа, который более привычен. Отличие именно в том, что у контейнера есть вот эти границы. Группу можно как угодно объединить, а контейнер именно должен иметь какие-то невидимые границы. Ничего страшного, стоит повторить более 500 раз какое-нибудь простое действие типа настроить кнопку и потом уже это все будет намного быстрее и проще. Для меня тоже с анимацией не всегда все дается легко и гладко, особенно когда ты включаешь уже просмотр презентации, а почему-то элементы отображаются не так, как ты это несколько часов настраивал. в сервисе Geniali тоже можно создать презентацию с вот таким вот эффектом переписки. А я думаю, за то время, что я показывала в треке различные сервисы, вы тоже успели полюбить Geniali и понять, что он сам по себе совершенно прекрасен и в нем можно тоже делать отличные интерактивные презентации. Точно так же собирая на одном слайде презентации Geniali все элементы и посмотрите вот эти вот баблы речевые облака тоже это стандартный встроенный элемент. Это не картинка, это именно встроенный элемент для того, чтобы можно было масштабировать без расплывшихся краев, без каких-то вот артефактов на экране. у Geniali хорошая подборка во вкладке ресурсы вы можете пролистать и поискать. Все вот такие элементы идут группами, то есть сначала они тут однотонны, дальше они тут с обводкой, прозрачные, с пунктирным контуром, в зависимости от того, какой дизайн вам нужен, вы можете полистать и поискать какие-то варианты. Большая часть здесь, конечно, баблов, они больше подходят для комиксов, для, вот именно для эффекта переписки, нужны такие баблы, у которых хвостики смотрят строго налево и строго направо. Хотя, кто я такая, чтобы ограничивать вас в креативе? Можете попробовать и придумывать какие-то более интересные варианты, например, переписка, которая будет листаться слева направо, почему бы и нет. и так, здесь пристала слайд, расположила все элементы и теперь перехожу к настройке сценариев анимации. Точно так же я хочу, чтобы у меня появлялись элементы с первого сообщения с аватаром, а все остальные сообщения появляются уже просто в порядке живой очереди. Точно так же в Genial можно выделить несколько элементов и вот сверху появятся кнопки, левая кнопка с тремя точками это как раз кнопка группировки. Опять же, если была настроена анимация до группировки, она сотрется. И точно так же сгруппированные элементы анимируются как единое целое. Вы выделяете элемент и нажимаете на правую кнопку это значок анимации, похожий немножко на комету. У Genial с настройками анимации дело обстоит следующим образом. Вся анимация разделена на 4 вкладки появление, исчезновение, выделение, это как желтые звездочки в Powerpoint и анимация при наведении кнопки мыши. Точно так же как мы делали в Powerpoint нам нужно сделать анимацию появления. Вот в анимации появления и в анимации исчезновения есть настройки в анимациях продолжительных и анимациях при наведении мышки каких-то дополнительных настроек нет. Вы выбираете нужный вам эффект например Fade In появление из пустоты и у вас появляются дополнительные настройки это направление Direction их 5 вариантов направления из центра справа слева снизу и сверху и внизу появляются настройки длительности и времени начала эффекта. Можно попереключать посмотреть варианты они сразу будут отображаться на экране и в отличие от Powerpoint здесь нет таймлайна и вам придется считать может быть записывать на листочке сколько секунд длится та или иная анимация для того чтобы уложить их в определенную цепочку вот здесь вот сейчас на экране анимация слева будет длиться 2 секунды и начинаться сразу же после переключения слайда анимация справа будет длиться 1 секунду и начинаться через небольшое время после переключения на слайд и вам нужно будет все элементы вот так вот выстроить в определенные цепочки я просчитываю время даю какую-то задержку между ними чтобы были паузы между появлением сообщений между появлением сообщений одного пользователя одного собеседника будут паузы меньше а между сообщениями разных собеседников паузы конечно будут длиннее если вы настроите анимацию таким образом что время будет пересекаться то какая-то часть сообщений будет появляться с небольшой задержкой пока одно еще не успело отобразиться второе начнет появляться То есть здесь вся настройка анимации заключается в принципе в том, что вы считаете, сколько секунд вам нужно выстроить. Выставляется до 1 десятой секунды, то есть до сотых секунд выставить нет возможности. Длительность тоже фиксированная. Самая короткая – это полсекунды, самая длинная – 4 секунды. И вот всего 5 положений есть у вот этого вот курсора. Если на слайде Genial много-много элементов, если вы настраиваете отдельно анимацию для текста, отдельно анимацию для всех рисованных элементов, то вам, конечно, потребуется вот эта вот настройка. Выделите любой элемент и на верхней панели, на верхней строчке меню нажмите на замок. Иначе велика вероятность, что вы случайно что-то сдвинете, настроите анимацию не у того элемента, поэтому пользуйтесь кнопкой, блокируйте элементы на отображение на слайде. Этот замок никак не влияет. Он только мешает перемещать какие-то элементы во время самой настройки. Предположим, я настроила анимацию, добавила текст, настроила анимацию текста. И сейчас, прежде чем настраивать прокрутку, я хочу добавить в свой диалог интерактивные элементы, функциональные кнопки. Чтобы пользователь, просматривая презентацию, мог выбрать один из двух вариантов. Будет смартфон или будет экран компьютера. Лучше всего, если в диалоге вот эти вот интерактивные элементы представлены не картинками, а представлены иконками. Иконки от иллюстрации отличаются тем, что они хорошо считываются, даже будучи с небольшого размера. Иконки могут быть тоже разноцветными. Тут уже надо смотреть по конкретному дизайну вашего слайда. Я выбрала простой вариант черный. И, в принципе, даже если это довольно большое расстояние, эти иконки будут легко считываться. Прямо тут же в речевом бабле вставляете иконки, выделяете и настраиваете на них какое-то интерактивное действие. Например, по нажатию на левую иконку можно будет перейти на четвертый слайд, а по нажатию на правую иконку можно будет перейти на слайд шестой. И таким образом развести ваш учебный контент на две разные ветки. Напоминаю, это сценарий интерактива один к одному, когда у действия пользователя есть какое-то последствие, есть какая-то реакция. Все готово, переписка есть. Осталось только настроить прокрутку переключения между разными слайдами. У нас на каждом слайде есть какая-то своя часть переписки, и нам нужно сделать так, чтобы они прокручивались, пролистывались более таким естественным путем. Если вы попробуете сделать уход элементов на том же самом слайде через эффекты исчезновения, вот exit на левом примере, то вы увидите, что здесь вот это исчезновение будет происходить через некоторое время. То есть вы, если хотите сделать на одном слайде много экранов переписки, то вам нужно запользоваться и решить, как много времени ему потребуется на то, чтобы изучить слайд. Мне кажется, что это не самый подходящий вариант, и лучше все-таки расположить разные части переписки на разных слайдах и настроить переходы. Во вкладке переходов нужно выбрать вариант вертикальной перехода, опять же, чтобы уходила переписка вверх, а снизу появлялись новые сообщения. И я попробовала, считаю, что вариант push, выталкивание, лучше всего. Это тот же самый эффект сдвиг, как в PowerPoint, только с английским названием. И выглядит он таким же образом. Одна переписка улетает, следующее сообщение начинает появляться. К сожалению, нет никакой возможности в этой ситуации выстроить длительность перехода, как-то его настроить так, чтобы правильно анимировалось. Можно сделать так, чтобы пользователь мог вернуться, вдруг пропустил слайд, если отвлекся. Если вы используете стандартную слайдовую навигацию, то у вас на экране просмотра будут кнопки, с помощью которых можно переходить на слайд. Если у вас переходы горизонтальные, то кнопки располагаются слева-справа. А если вы делаете именно такой переход, который я показала, то у вас и на экране кнопки будут выглядеть как вверх и вниз. Опять же, более будет похоже на то, как это обычно выглядит в реальной переписке в мессенджерах. И нажимая на эти кнопки, он сможет спокойно вернуться и на предыдущий слайд. Я этот пример Geniali сделала публичным, и вы можете перейти на него из презентации, которую скачаете, или сейчас я могу ее вам сбросить в чат, чтобы вы могли посмотреть, опять же, как это сделано. Можете писать пока свои вопросы, я на все обязательно отвечу. И поскольку трек закончился, дальше он будет продолжаться уже в моем онлайн-курсе основы учебной презентации. Я хочу кратко показать то содержание, которое будет в курсе, о чем мы будем на нем разговаривать, что будем изучать. Курс во многом опирается не на инструментальный подход, то есть не то, как сделать в PowerPoint, как настроить кнопку, какую анимацию выбрать, а именно на комплексный подход к учебной презентации, как подать образовательный контент так, чтобы он хорошо считывался с презентацией. Мы поговорим обязательно про структуру, про метод раскадровок, про иерархию и про монтаж, про то, что нужно делать до того, как включать любой сервис создания презентации. Поговорим о том, как поставить себя на место пользователя и как проанализировать вашу аудиторию и понять, что же она ожидает от ваших учебных презентаций. Поговорим о ритме, о структуре, о эмоциональных крючках, какие фишки нужны для того, чтобы аудитория слушала вас, не отрываясь. Отдельно будем говорить про дизайн и про верстку. Сначала рассмотрим в общем и целом основы дизайна, поговорим и про цвета, и про стили, и про шрифты. И разберем прямо конкретно макеты, прямо какие-то конкретные примеры, как делать именно слайд только с текстом, как делать слайд, где центральное место занимает какое-то изображение. И закончим мы вопросами интерактива, как раз потренируемся настраивать. Здесь я предлагаю несколько сценариев, опять же, несколько шаблонов, которые потом можно будет применять в ваших собственных презентациях. И, конечно, поговорим о том, куда дальше уходят презентации, как дать им вторую жизнь и повторно использовать этот учебный контент. И хочу сразу такую маленькую заманчивую вещь сказать. Я уже на одном из вебинаров обещала, что к концу учебного года я сделаю доску МИРО, где соберу всю информацию по презентациям, ссылки на все вебинары, которые я проводила в Директ Академии, те книги, которые я рекомендую, какие-то примеры слайдов и шаблонов. Эту доску МИРО я разработаю к началу учебного курса. Она будет у всех участников курса. И в открытый доступ я выложу ее к началу следующего учебного года, к сентября. То есть вот в течение лета это будет оставаться для участников курса эксклюзивным контентом. Да, вторая жизнь старых презентаций тоже одна из моих любимых тем. Я подсмотрела за этот год несколько совершенно потрясающих идей у разных спикеров, как именно они хранят старые презентации, как именно они снова пускают их в тело. И мне просто не терпится поделиться этим опытом. Если у вас появились какие-то вопросы по курсу, если появились какие-то вопросы по презентациям, по каким-то приемам, вы всегда можете обратиться ко мне на электронную почту и, конечно, показывайте свои примеры учебных презентаций. Я всегда рада дать развернутую обратную связь. Курс будет длиться 4 недели. Будет 8 вебинаров по 2 вебинара в неделю. После каждого вебинара идет домашнее задание. По практике двух предыдущих потоков домашние задания делают в выходные дни сразу ко всем двум вебинарам. Мейл в чат? Да, конечно. Ну что ж, если еще есть какие-то вопросы, я буду на них отвечать в чате. А сейчас передаю слово Татьяне Викторовне. Спасибо вам за теплые отзывы. Мне очень приятно с вами работать и приходить к вам на вебинары.